Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. Дорогие друзья, сегодня у нас хорошие новости. В гостях у меня мастер Андрей. Андрей, здорово! Приветствую тебя! Приветствую всех на канале Михаила Плеско! Огромное спасибо! Итак, друзья, в руках у меня телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro на базе последней E-Mation UI 12.5. И, как мы знаем, компания Samsung, компания Apple очень сильно затягивает гайки по поводу установки оригинальных запчастей. После обновления сенсор не работает. Так вот, что я хочу вам сказать. Xiaomi тоже пошла по этому пути. Если ваш Redmi Note 8 Pro менялся дисплей, то после обновления на базу последней MIUI 12.5 сенсор перестает работать. То есть, данная проблема теперь актуальна практически со всеми производителями. Да, первая ласточка Redmi Note 8 Pro, но что-то мне подсказывает, что скоро такое будет случаться со всеми остальными телефонами. А понижать версию прошивки, чтобы сенсор у нас заработал, мы будем с помощью платного программатора Octoplus'ов RP Tool. И, кроме того, мастер Андрей, при большом желании, ссылочка на его WhatsApp будет в описании к этому видео, может сделать это все дело дистанционно. Верно? Да, можно. Ну, а что для этого понадобится, вы можете посмотреть в данном видеоролике. Приступаем. Погнали. Дорогие друзья, есть еще один очень важный момент. Redmi Note 8 Pro характеризуется еще одним очень важным моментом. Если у вас менялся дисплей, менялся дисплей и не работает тачскрин именно после обновления, то эта инструкция непременно вам поможет. Но, в целом, конкретно у этой модели есть одна очень серьезная болячка. Аппаратная проблема. То есть, если он у вас ронялся, разбивался, вы его ремонтировали, там, что-то делали, то вероятность того, что вы повредили три дороги, их надо восстанавливать уже аппаратным способом, очень и очень большая. То есть, не воспринимайте эту инструкцию как, ну, скажем так, как универсальную. Да, верно. Не воспринимайте эту инструкцию, пожалуйста, как универсальную, потому что проблема может быть как аппаратная, так и программная. Обратите на это очень большое внимание. Ну, а мы приступаем. Погнали. Есть еще один очень важный момент. Дело в том, что если у клиента произошла такая оказия, то, скорее всего, он очень сильно захочет вытащить данные. Эрик, привет, спасибо тебе большое за идею. Хотя, в принципе, это и так понятно. Смотрите, данные легко можно вытащить при нерабочем сенсоре следующим образом. Приобретается вот такой вот Type-C OTG-переходник. Стоит он что-то в районе, да, я не знаю, там, в магазинах рублей 200-300. Но, на крайняк, если вы мастер по ремонту сотрудник салона, ну, блин, ну, спаяйте его. Вообще ничего сложного. Вставляем телефон и подключаем обычную компьютерную мышку. А далее, с помощью обычной компьютерной мышки, используя, ну, допустим, карту памяти, либо еще что-нибудь, просто сохраняем абсолютно всю информацию. Конкретно у меня телефон сброшен, но в целом, если вы можете управлять мышкой, вы можете сохранить все данные клиента. Ну, либо практически все. Небольшой лайфхак, но я более чем уверен, что он очень сильно вам пригодится. После того, как мы сохранили все данные, мы приступаем непосредственно к понижению версии прошивки. И делать мы это будем с помощью платного программатора начального уровня OctaPlus FRP Tool. Чертовски полезная и незаменимая вещь, которую может прошить данный телефон без авторизации по EDL. В общем, рекомендую. Устанавливаем OctaPlus FRP Tool непосредственно в персональный компьютер. Ссылочка на него будет в описании к этому видео. И приступаем к работе. Итак, друзья, сохранили абсолютно всю информацию, которая интересует клиента. Возможно, лично вас. И после этого переключаемся на компьютер. Дорогие друзья, нам понадобится маленькая подготовка. А именно, в описании к видео есть ссылочка на мое файловое хранилище. Переходим по ней. Заходим в папку Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Внутри есть архив. Скачиваем его. Это архив распаковываем. Естественно, при распаковке, если будут ошибки, скачиваем, устанавливаем последнюю версию WinRAR. Но это уже частности. Итак, получаем прошивку. Вот она. После этого запускаем программатор OctaPlus. Выбираем Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Здесь большой список. Здесь выбираем выбрать скаттер файл. И вот здесь вот такое троеточие. Нажимаем сюда. Переходим во вкладку, точнее в папку. Сейчас, одну минуту. Redmi Note 8 Pro. Image. И здесь выбираем скаттер файла. MT6785 Android Scatter. После этого переключаемся на телефон. Нам нужно его выключить. Но, так как тачскрин не работает, самое простое, это сделать все это с помощью обычной мышки. Итак, с помощью обычной мышки. Итак, зажимаем кнопку включения. Держим. Далее выбираем выключение. Выключение. Все. После этого вот этот кабель нам уже, в принципе, вообще не нужен. И мы с вами переключаемся на компьютер. Сейчас я мышку компьютера только подключу. Готово. Итак, после этого мы нажимаем кнопку Write Frameware. Вот сюда. Нажали. Вот. Он нам говорит. Зажмите клавишу громкости плюс, минус и ставьте кабель, подключенный к компьютеру. Давайте попробуем. Переключаемся на непосредственно телефон. Зажимаем плюс, минус. И с зажатым плюс, минусом подключаем его к компьютеру. Переключаемся на ПК и видим, какая магия у нас сейчас происходит. Как раз с помощью вот этого программатора Octoplus FRP Tool, он нам выдает, ну скажем так, кое-какую информацию. Не надо в нее считываться, если вы только-только начинаете работать подобными аппаратами. Нажимаем просто тупо ОК. И все. Начинается прошивка аппарата. Кроме того, дорогие друзья, у меня есть одно для вас объявление. Спонсор нашего сегодняшнего показа, мой собственный форум, forum.tele.ru. Если у вас будут какие-либо вопросы, милости, прошу их на мой собственный форум. Здесь я и не только я. Обязательно постараемся ответить на ваши вопросы. Есть курилка, есть раздел с программаторами и так далее и тому подобное. Forum.tele.ru – это огонь. Рекомендую прислодинять и становиться командой Теле, это если заинтересует. Кроме того, у меня есть свой собственный телеграм-канал. Находится он вот здесь. В телеграм-канале что-то выходит на моем основном канале, что-то выходит на моем втором канале. Но все самое интересное, естественно, у меня будет на канале. И если вы промотаете чуть выше, вот здесь вот, то непременно сможете найти ссылку на курилку. В курилке у нас уже более 4000, практически 4400 человек. Не все, но преимущественно мастера. Если у вас будут какие-либо вопросы, милости, прошу в курилке. Здесь я и не только я. Обязательно постараемся также ответить на ваш вопрос более оперативно. И также у нас есть барахолка. В барахолке обязательно сначала ознакомьтесь с правилами. Здесь вы можете продать какие-то запчасти, приобрести, либо предоставить какую-либо услугу, ну, например, по разблокировке. Но обязательно ознакомьтесь с правилами. Мы же с вами сворачиваемся и переключаемся на Octoplus. У нас вовсю идет прошивка. И давайте поступим так же сейчас, чтобы не тратить и мое, и ваше время. Я сейчас поставлю на паузу и вернемся уже после того, как телефон прошьется. Напомню, что у него была версия прошивка 12.5, а мы понижаем ее на 12.0.5.0. Некоторое время просто ждем. Коллеги, дело в том, что я немножко отвлекся, и сколько это заняло времени, я точно не скажу. Но максимум 10 минут телефон у нас перепрошился. А теперь переключаемся непосредственно на телефон. Далее. Вытаскиваем кабель, нажимаем кнопку включения и просто тупо долго-долго-долго ее жмем. Так, телефон уже у нас включается, это уже не так плохо. Что-то мне подсказывает, что грузиться он будет еще порядка 5 минут. Это абсолютно нормально. Некоторое время просто ждем. Телефон загрузился, и мы удачно понизили версию прошивки. Ну что, друзья, момент истины. Работает! Работает! Все работает! Но есть еще один очень важный момент. Я не знаю, есть ли ФРП конкретно в этом телефоне. Хотя его можно было снять элементарно, мне кажется, и октоплюсом. Нет, ничего проще. Но сейчас мы с вами посмотрим. Пропустить. Тачскрин у нас уверенно работает. То есть все заработало. Работоспособность аппарата уже восстановлена. Опять же, данные можно загрузить в него обратно с карты памяти, либо каким-либо другим удобным для вас способом. Ключевой момент, это под самый конец нам нужно пропустить. Нам нужно отключить автообновление. Делается это очень легко, но, естественно, не забывайте про этот момент. Настройка завершена. Сейчас посмотрим. Если он на ФРП, то, соответственно, нас выкинет с самого начала. Если ФРП нету, то нас пустят в меню. Телефон у нас все-таки был на ФРП. Но я просто нажал далее, далее, далее без Wi-Fi. Задал пин-код, вернулся, подключился к Wi-Fi. И сейчас, собственно говоря, по-бринькому обошел блокировку по ФРП. Нет ничего сложного. Делов буквально на пару минут. И посмотрим, как он у нас сейчас сактивируется. Увы, первоначальные настройки визарда на телефонах Xiaomi становятся все сложнее и сложнее. Практически такие же, как на современных Samsung. Ура! Это победа. Родоспособность аппарата восстановлена. Но есть еще один очень важный момент. Заходим в настройки. Так, реклама. Все нормально. О телефоне. Щелкаем по версиям UE. Ну и справа сверху троеточие. Наверное, настройки. Обновлять автоматически. Убираем галочку. Загружать через Wi-Fi. Тоже убираем эту галочку. Все. По идее, самостоятельно он после этого обновиться на последнюю версию не сможет. Хотя и такая кнопочка у него присутствует в настройках у телефона. Но обновлять нельзя. Вот такое вот решение. Решение программное. Опять же, повторю, что это может быть аппаратная проблема, если дисплей вы не меняли. Но в целом, я более чем верю, что ролик будет вам полезен. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. И, как я и обещал, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Пока! Дорогие друзья, не забываем, что на моем форуме, forum.telie.ru, есть отличный человек, который любит отвечать на ваши вопросы. Предатор. Предатор очень любит молоко. Выпинка за него молока. Ой, ребят, маленькая ошибочка. Выпинка за тебя молока. Предатор, мы с тобой. Спасибо тебе большое за твою проделанную работу. Спасибо.